Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программа «Радиоблог» Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну что ж, сегодня 13-е и понедельник. Так что, если кто-то верит в приметы, то приготовьтесь к чему-то. Но я надеюсь, что у нас люди не такие легковерные и переживут как-нибудь вот это совпадение. Но я думаю, что у моего сегодняшнего собеседника тоже с этим нет проблем. Игорь Туфельд, мой коллега, мой тезка и журналист, который сейчас не на своем традиционном месте в Бостоне, а на конференции, а какой я не знаю, он может расскажет, а может нет. Ну, из города Атланты, к вашему вниманию. Игорь, привет. Привет, привет. Ну, дело в том, что, во-первых, понедельник, 13-е, это не так страшно, как пятница, 13-е. Но, в любом случае, в еврейской нумерологии 13-е, это, наоборот, счастливое число, считается, как известно, в 13 лет мальчики отмечают пармитство, то есть свое вступление уже во взрослую жизнь. И так что, я думаю, что этому числу не стоит уделять особого внимания, в любом случае. Хотя в Америке практически во всех гостиницах 13-й этаж отсутствует. Ну, это дело американское. Окей. А сейчас, если мы продолжим об американском деле, то хотелось бы затронуть, наверное, самое главное событие, которое происходит именно сейчас, вот в эти минуты, в эти часы. Оно началось буквально 20 минут тому назад. А в Сенате, в Конгрессе началось слушание госсекретаря Энтони Блинкина. То есть комиссия по иностранным делам задает ему вопросы и, в общем-то, пытаются разобраться. Естественно, что слушание связано с катастрофой, афганской катастрофой, которая произошла буквально несколько дней тому назад. 31 августа, как мы знаем, она закончилась уже окончательно, вроде бы как для американской армии, но несколько сотен американских граждан остались еще в Афганистане. Вот как сказал только что госсекретарь Блинкин, что по его спискам в Афганистане находится 100 человек, 100 граждан. Хорошо еще, что не отрицают вообще, что там есть американцы. А количество афганцев, которые сотрудничали с американскими властями, не обозначено. Ну, в общем-то, в этой ситуации меня поразило, на самом деле, другое. Блинкин заявил о том, что уже после того, как вывели войска, а после того, как была завершена вот эта вот 20-летняя война, как ее все называют, американцы выделили 64 миллиона долларов на помощь афганскому народу. А кому они пойдут, извини? Ну, собственно говоря, я сказал, выделили афганскому народу. А кто их получит, это уже, да. Ты знаешь, как в Советском Союзе говорили в свое время, народ и партии едины. Да, и карман у них один, да? Окей. Да, здесь, видимо, народ и талибаны едины. Если бы это было сказано, это вот тем, кто переместился, благодаря такому хорошему шансу переместиться на Запад, ну и те, кто вынужден был бежать, действительно работавшие с Америкой и с ее союзниками в эти 20 лет войны. Но этого же не сказано, значит, можно предположить, что это будет талибану передано. Игорь, ничего предполагать не нужно. Все было сказано абсолютно четко, что это выделено афганскому народу на восстановление Афгана, на восстановление школьных занятий, там, я не знаю, правда, изучение гендерных проблем. Вообще. Это не было упомято. Это в Пакистане было. Окей, слушай. Ну, неважно. Скажи, скажи. В Пакистане, почему в Афганистане не могут этим заняться? Скажи, пожалуйста, вот они издеваются, такую цифру называя. Когда вооружение оставлено на 80 миллиардов, и сейчас оно потихонечку уже, я читал, начинает там распродаваться, да? В нужные руки, надежные Ирану там и прочим. Так чего там какие-то миллионы жалкие? О чем речь? Ну, да, действительно. Тем более, что тоже такое очень интересное, на мой взгляд, замечание. Интересное замечание, которое сделал госсекретарь Бринкен. Он сказал, что вообще, как бы, продолжение, продление нахождения американских войск в Афганистане не сулило ничего хорошего. Потому что в это время основные недоброжелатели Соединенных Штатов Америки, я просто привожу его слова, это Россия и Китай наращивали свой военный арсенал. Это было им на руку, плюс еще, естественно, Северная Корея. Это было бы им на руку, и в этой ситуации, конечно, мы должны были вывести войска заранее, для того, чтобы дать понять нашим противникам, нашим оппонентам, что военная мощь достаточно в Америке еще сильна, и что вот ту часть армии, которую мы оттягивали в Афганистане, в общем-то, сейчас будет полностью рассчитана на другие точки на земном шаре. Какие именно точки, он не сказал на это, кстати говоря, конгрессмен Майкл Магол, это республиканец из Техаса, сказал ему, а как вы вообще относитесь к тому, что вот сейчас военную базу в Агмарии захватят те же самые китайцы и россияне, и по кусочкам ее разнесут со всеми самыми последними словами технологии, электроники. И все же вы оставили совершенно, так сказать, безо всего. Ну, после этого последовал вопрос от другого конгрессмена, демократа из Калифорнии, который спросил у Блинкина, вот вы когда заняли пост госсекретаря и пришли в свой офис, вам оставили какие-то там планы по поводу вывода войск из Афганистана, которые планировала предыдущая администрация? И, в общем-то, как-то вот они собирались вообще в мае месяц выводить, а вы же продлили это до августа. Ну, естественно, при этом, опять же, никто не говорит ни Блинкин, никто другой в отношении того, что вообще Трамп планировал заключить договор с тем же самым Абдуллой Бородаром, которого выпустили из пакистанской тюрьмы. И, причем, это должен был быть договор с позицией силы. То есть, если, не дай бог, кто-то там что-то сделает по отношению к американским солдатам, если кто-то будет похищен или кто-то будет убит, или даже будет сделана попытка, то с талибанами будет покончено. То есть, никакого вывода не будет, и вообще все это будет продолжаться еще неизвестно сколько лет. До тех пор, пока они не поймут, что, в общем-то, в этой ситуации ничего нельзя сделать. Администрация Байдена во главе, так сказать, с госсекретарем вообще не вела никаких переговоров с талибанами. То есть, они просто, как бы, Байден же сказал, что в Афганистане есть законная власть, с которой мы должны договориться. Законная власть перестала быть законной до того, как американцы начали эвакуацию. Игорь, я вернусь к тому, что ты говоришь про планы Трампа. Наши левые братья по разуму, они, не раз я уже у них такое от них слышал, заявление, что на самом деле Трамп хотел в мае все это провести. И якобы покажите нам, вот покажите, вот его переговоры, то есть, о чем они были реальны и так далее. Мол, документов нет, и вы все врете. Все, Трамп виноват, потому что он еще в мае хотел. А мудрый наш вождь по фамилии Байден, он, наоборот, продлил это время. Он, ну, не бывает, что без каких-то там, знаешь, потерь. Ну, вот 13 человек погибло и так далее. Вот их аргументация, что ты скажешь на это? Ну, во-первых, бывает без потерь. Начнем с этого. Бывает, и все последние 4 года в Афганистане до гибели этих 13 солдат не погиб ни один американский военнослужащий и гражданские люди, которые там тоже находились. Американцы я имею в виду. Это первое. Второе, что, во-первых, в принципе, для этого даже не нужно говорить о другой администрации, администрации Трампа или администрации Обамы или администрации Буша или Клинтона. На самом деле вопрос основной, который пытаются сейчас выяснить в Конгрессе во время слушания, каким образом получилось так, что в Афганистане остались американские граждане и те люди, которые работали с американскими властями, то есть граждане Афгана, которые, в принципе, изначально, когда они только начали свое сотрудничество, было официально предложено получение американского гражданства, ну, соответственно, со всеми иммиграционными процедурами, то есть в начале грин-карта, въезд в Америку, виза в Америку, получение грин-карты, и потом уже, если все идет нормально, то получение американского гражданства. И в этой ситуации пока никто не дал конкретного ответа на этот вопрос. Слушание продолжается. Вот у меня здесь включен телевизор, правда, без звука, но, тем не менее, слушания идут, и, видимо, займут еще несколько часов. Но, так или иначе, я думаю, что вообще тяжело себе представить, что какая-либо администрация, независимо от того, о ком я говорил, а уж тем более администрация Трампа, позволила бы себе оставить кого-то из людей. То есть всегда, как известно, кто уходит последним с тонущего корабля? Ну да. Капитан, командующий. А почему армия ушла, оставив граждан там? То есть армия должна была быть последней. А я отвечу на этот вопрос. Хотя, может быть, госсекретарь Брлинкин не хочет на него отвечать? И президент Байден тоже не хочет отвечать? А потому что талибаны, которые захватили власть в Афганистане, стали диктовать свои условия американским военнослужащим, американскому генералитету и американскому президенту и американскому госсекретарю, которые, встав перед ними с поднятыми лапками, были вынуждены принять их требования. И 31 августа последний солдат, последние американские военнослужащие покинули Афганистан. Причем, насколько это было стыдно вообще смотреть это, даже просто прийти в голову кому-то, что вместо того, чтобы стыдиться, по крайней мере, не показывать это в новостях, здесь это показывали с такой гордостью. Да, покажите тех людей, которые там остались, которые вообще неизвестно, выйдут ли они оттуда или нет, выпустят их или нет. Это даже не такая ситуация, которая была в Иране в 1976 году, когда президент Картер тщетно пытался вытащить от заложников. Там, по крайней мере, был переворот неожиданный. Никто этого не ожидал. И заложники оказались захваченными просто врасплох. А сейчас оставлять там, даже если это 100 человек американцев, в свое время, когда возникла американо-испанская война, она началась из-за того, что на испанском судне произошел взрыв, погиб один американский гражданин. Из-за этого началась война. А сейчас оставляют 100 человек в Афгане, и при этом гордятся тем, что последний американский солдат импульсировался. Игорь, ты знаешь, у меня есть железобетонная аргументация на предмет прошлой администрации. И вот попробуй кто-либо с ней не согласиться. Зная президента 45-го Дональда Трампа, представить себе даже во сне, что он распорядится спокойно бросить вооружение на 80 миллиардов, ну плюс-минус, долларов в руки врагов, экстремистов, чтобы он допустил такое, ты говорил про людей. Но люди, естественно, это даже само собой, это необсуждаемо. Сохранность любого американского солдата — это святое. Но помимо всего, представить, чтобы он поступил таким образом, ну надо быть совершенно, надо не знать этого человека тогда и быть уже зашваренным совершенно и предвзятым. Я абсолютно с тобой согласен. Тем более, кстати говоря, вот во всех этих планах, которые были опубликованы как-то вот в правых изданиях, консервативных изданиях, там говорилось о том, что эвакуация вооружения, оружие, должна была быть на первом этапе эвакуации. А то оборудование, то есть вот допустим, все то, что находилось на этой военной базе, это должно было быть уничтожено. То, что нельзя вывести, уничтожается. Да, а тут даже остались данные, которые содержат полный список, вот то, зачем всегда во время войны охочились агенты, там Николай Кузнецов, Штирлиц и так далее. А тут, знаете, вам, друзья. Нет, ну они, наверное... Да, на блюдечке, как Остап Бендер говорил, с голубой каевочкой. Да, они, наверное, сходили из того, что афганцы читать не умеют. Они неграмотные, они не догадаются, как эту информацию зря взять и раскрыть. Понимаешь? Да, я думаю, что там уже без афганцев действуют те люди, которые умеют читать, умеют писать и умеют считывать с твердых дисков информацию получать. И уже эта информация задействована полным ходом. Это действительно позор. Ну, ты знаешь, этот позор в какой-то степени удивительно, конечно, от левой прессы я никогда не жду ничего. Но в данном случае, по-моему, даже и у некоторых из этих господ что-то где-то там засвербело. И поэтому они, в свою очередь, тоже первый раз, мне кажется, допустили какие-то высказывания не самые благоприятные по поводу 46-го, так называемого президента. Ну, собственно говоря, это началось еще до Афганистана. Это началось с его выступлений, с его, так сказать, заявлений, с его новых указов и приказов, в который он стал подписывать вообще, не глядя, и побил рекорд по подписанию новых указов. Но об этом мы говорили уже не один раз. Кроме всего прочего, все эти вещи, о которых ты сейчас вспомнил, то, что происходит на левых каналах, на либеральных, как они себя называют, телевизионных каналах, и о средствах массовой информации, в общем-то, говорит о том, что в ближайшем будущем нас ждут интересные сюрпризы. Если в Америке до сих пор не была ни разу применена 25-я поправка по отношению к президенту, напомню, когда вице-президент должен возбудить этот вопрос в кабинете министров, то есть среди всех секретарей, вынести на голосование вопрос о соответствии президента должности по медицинским причинам, так сказать, по психологическим, по психиатрическим, но по возможным, разным, там много всяких факторов. В этой ситуации, я думаю, что, скорее всего, Джо Байден вряд ли дотянет до 2024 года. Ну, до 2024, сейчас идет, Игорь, там по 2022 году наш коллега, друг и тезка еще ко всему, Игорь Гиндлер писал об этом, не только он, о том, что у них такая коллизия возникла, неприятного у демократов, если они проводят эту 25-ую, условно говоря, убирают этого, этого, кого они поставили на хозяйстве, и воцаряется его вице-президент, уже не будем ее обсуждать, там, понятно, там даже без обсуждения, но они теряют таким образом сенат. Да они вообще, ну, что значит они теряют сенат? Нет, ну, у них... Вице-президент тоже будет у них тот же самый демократ. Нет, у них большинство... Нет, большинство они теряют тогда в сенате, они не сумеют провести кого-либо вице-президентом. Они не теряют... Ну, так, это можно торпедировать до пришествия пришествия того самого, а именно до ноября 22-го. Ну, на самом деле... Не утверждая. Торпедировать здесь, опять же, будет тяжело, потому что в Конгрессе все-таки большинство демократов, и в этой ситуации я, честно говоря, не согласен. Кроме всего прочего, у нас же есть такие герои «Свои среди чужих, чужие среди своих». Эти, да. Ну, там идеальная картина, что они все как один. Да, Митровни, и, в общем-то, в этой ситуации я не думаю, что возникла такая проблема, и тем более, что здесь надо вообще согласовать с Конституцией, потому что, насколько я знаю, вице-президентом можно назначить президентским указом. По сути дела, была же такая ситуация с Ричардом Никсоном, когда ушел в отставку его вице-президент Спиро Агнио, вместо него был назначен Джеральд Форд, который, кстати говоря, даже не баллотировался. То есть он стал президентом после отставки Никсона не будучи вообще даже кандидатом в вице-президенты. То есть он был назначен непосредственно как бы в этой ситуации, и плюс ко всему прочему существует иерархия. То есть в этой ситуации, в принципе, третьим по иерархии является спикер Палаты представителей Нэнси Пелози. То есть здесь демократы рискуют потерять не только 51-й голос в Сенате, но еще и спикер в Нэнси Палате, представители. Ну ее вообще давно потерять надо, так скажем, по всем. Здесь, в общем-то, это, мне кажется, немножко такая ситуация. Ну, тем не менее. Дело в том, что, наверное, уже самому такому, скажем, упертому демократу понятно, что тут не просто даже хрен на редьку менять, а вообще еще усугубить все то неприятное, что... Да, но ситуация на самом деле безвыходная, потому что оставлять человека, который даже то, то, что было во время митинга 11 сентября, когда в окружении... Я хотел об этом прекрасно. ...нескольких президентов, которые стояли в маске, плюс там еще официальные лица, супруга Байдена, вдруг неизвестно почему, Байден стащил с себя маску и начал на кого-то что-то кричать. То ли ему привиделось что-то, то ли он вдруг в толпе Трампа увидел. Глюк славянка. Которого там не было, кстати говоря. Нет, Трамп не рукопожатный, не приглашаемый и все такое. Ну, вообще, это тоже, я считаю, позор, потому что всегда... Даже Никсона, который ушел в отставку, приглашали на все президентские слеты, на подобные мероприятия, на мемориальные дни, он всегда приходил и всегда принимал в них участие. Ну, понимаешь, ведь год от года политическая культура и все, что вообще связано с традициями в этой стране, оно сильно меняется. И тут уже удивляться-то нечему. Тут какая политическая культура? Тут вообще культура меняется, литература меняется, школьная культура меняется. А Кэнселл Каллсер, это понятно. Да, недаром, недаром великий писатель, не хочу называть его русским писателем, потому что он был евреем, Василий Гроссман, написал такую книгу, «Все течет». А как известно, когда все течет, все изменяется. Ну, короче говоря, действительно, это то, что происходило 11 сентября, это было наблюдать, я не знаю, трагическая ситуация, конечно, ну, не до сарказма какого-то, да, и прочее. Ну, видя вот это их копошащихся там, я выдержал посмотреть там 10 минут, может, от силы, ну, не могу. Ну, может, это вот личностное восприятие всех этих фигур, когда камера выхватывала каждого из них, да, ну, не знаю, какое-то состояние, знаешь, когда действительно, вот даже когда они руку держат у сердца, а в голове у значительной части нашего, значит, населения, американского, большое недоверие к этому, к сожалению. Хорошо, у нас так незаметно время подошло к перерыву, мы на несколько минут отключимся, послушайте пока важное объявление, а потом мы вернемся и готовы будем отвечать, если у вас будут вопросы. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Продолжая нашу программу, напомню, в этом сегменте вы можете позвонить в студию по телефону 847-400-5200. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Наш ведущий, его гость, постарается дать ответ. Пожалуйста. Что? Продолжаем? Продолжаем. Продолжаем. Хорошо. Так мы с 11 сентября закончили, и ты хочешь рассказать, как Трамп провел этот день? Нет, ну, во-первых, я хочу еще добавить несколько слов в отношении слушаний, которые идут сейчас, вот как раз когда... Извини, давай мы, ты добавишь, только мы примем звонок сначала, хорошо? Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Вы знаете, я не знаю, это больше не вопрос, я бы хотела дополнить немножко. Мы много слышим о том, как бы поступил Трамп, вот Трамп бы, наверное, не сделал это, наверное, не сделал это, а сделал вот это. Но он же ведь давал интервью на Факс-Ньюс. И я, к сожалению, не могла слушать это интервью, но я слушала разбор этого интервью, вот я только не помню, на Факс-Ньюс или у Дэна Банджина, и там говорилось, что Трамп сказал, что он бы вообще не выводил войска при этих условиях, потому что вывод к маю был обусловлен тем, что правительство законное и Талибан должны были прийти к соглашению. Они не пришли. То есть вывода вообще бы не было. И кроме того, если бы они даже пришли к соглашению из многих частей, там бы не выводил войска, например, такая, как база в Баграме. То есть то, что натворил это чудо, которое мы там имеем, это вообще не планировалось и не могло быть при Трампе. Спасибо большое. Спасибо за ваш комментарий. Так, у нас еще звонки там. Нет пока. Нет, пока нет. Хорошо. Игорь, тогда пожалуйста. Во-первых, спасибо за ваш вопрос. Дело в том, что действительно было интервью с Трампом, оно было на канале One American News с Дэном Боллом, и я об этом интервью уже говорил. Да, действительно, Трамп говорил об этом. и сейчас вот как раз перед тем, как вы позвонили, я хотел добавить, что об этом говорил не только Трамп, об этом вот сейчас буквально минуту назад говорил госсекретарь Блинкин, которому задали вопрос, причем задал ему вопрос конгрессмен Стив Чаббот, республиканец из Огайи, и он говорил ему о том, что у Трампа был определенный план, который, собственно говоря, полностью соответствует тому, что вы сказали, на что Блинкин ответил. Да, мы знали об этом плане, кроме всего прочего, мы знали о том, что Трамп планировал вернуть военный контингент в Афганистан, если начнутся какие-то действия со стороны Талибана, угрожающие правительству и гражданам, которые сотрудничали, которые еще оставались, но в принципе Трамп в любом случае собирался эвакуировать всех до того, как последний военнослужащий покинет территорию Афганистана. То есть сейчас об этом уже говорит даже сам госсекретарь. Причем говорит о том, что, но все равно, ведь он же планировал вывести войска в мае, а мы же их вывели в августе. да, ну, понимаешь, это тот тот самый случай, когда очевидное все равно не признается, при том, что вынуждены, ведь врать невозможно бесконечно, особенно, когда есть некие документы, которые можно им в нос сунуть, но тем не менее все равно находится объяснение, почему. Во-первых, можно даже с документами врать, ведь президент Байден сказал о том, что до того, как он стал президентом, вакцин против ковида в Америке не существовало. Конечно. Хотя сам же укололся перед экранами телевизоров, перед камерами и телевизионными еще до того, как он прошел инаугурацию, то есть до того, как он официально стал президентом. Да, чем он там кололся, не знаю, но вот его явно еще чем-то укололи, потому что у него зуд идет и вот то, что последнее вот происходит в его заочном споре с Десантисом, опять же, с губернатором Техаса, то есть происходит какая-то абсолютно невменяемо диктаторская, он же вообще заявил, да, что уберем их с дороги, вообще это нормально, да? Это как? Ну, вот так, вот на самом деле я только должен аплодировать президенту за такие высказывания, потому что все-таки в Америке пока еще демократические выборы, хотя их тоже подтасовывали, довольно успешно, в смысле, для демократов, но тем не менее, в общем-то, здесь это не так легко сделать, как во многих других странах. Поэтому любое заявление, подобное Байдену, это потеря очков для демократов. И в этой ситуации я просто могу привести несколько примеров уже панического поведения со стороны демократической партии, когда Нэнси Пелози пытается провести закон касающихся отсутствующих на выборах людей, то есть, на самом деле, по ее, так сказать, предложению, которое вот буквально в ближайшие дни должно начаться в Конгрессе, голосование по этому вопросу, по ее предложению один человек, который приходит на выборы, имеет право голосовать за 10 отсутствующих, которые по состоянию здоровья. Но уже Кевин Маккарти, лидер меньшинства, подал иск в Верховный суд как неконституционное решение, причем обосновал это достаточно веско. Ну, посмотрим. Кстати говоря, последние решения Верховного суда, они удивительно как-то противоречат. действиям администрации. Ну, неважно, это не вообще по самым принципиальным мы знаем, как они себя вели, а это уже другое. Но я тебе скажу, что на Нэнси Пелоси можно было вообще дополнить, помимо десяти вот таких можно было бы еще и кладбище добавить туда. Почему нет? Хорошо, у нас есть звонок. Подожди, сначала надо так, не дождался. Не дождался, радиослушатель, перезвоните, пожалуйста. А, не дождался, ну и ладно, звоните опять. А, окей. А вот перезвонил, давайте примем. Давайте примем, окей. Добрый день. Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Почему-то все перекрестились на Афганистан, и никто не говорит о Пакистане, потому что именно Пакистан это тот самый, та самая бомба, которая взрывает вообще Ближний Восток. Не Иран, а именно Пакистан. И вообще, да, и вообще очень даже непонятно. В связи последних известий, Иран почти уже подошел к этой самой бомбе. Где-то процентов 10 осталось. Я понимаю, что Израиль не в состоянии будет бомбить, потому что сейчас такое правительство, которое скорее сильно либеральное, а не самостоятельное. Ответьте мне, пожалуйста, как вы думаете, что здесь может произойти? И, конечно, про Пакистан. Спасибо за ваш вопрос. Игорь, пожалуйста. Ну, во-первых, мне кажется, что, как говорил Марк Твен, ваши сведения о 10% оставшихся в Иране сильно преувеличены. В отношении израильского правительства я с вами абсолютно согласен. Оно чересчур либеральное. И делать какие-то резкие шаги вряд ли будут, по крайней мере в ближайшее время. Хотя должен вам напомнить, что, в общем-то, когда у власти находились социалисты, то есть социалистические правительства в течение 30 лет, практически, с 1948 по 1977 год, я имею в виду правительство партии труда, партия вода, то, в общем-то, ситуация в Израиле была достаточно стабильной, и они вполне могли отвечать за любую, ликвидировать любую угрозу, которая действительно нанесла реальную угрозу существования государства Израиль и гражданам. Поэтому, если речь зайдет о том, что будет существовать реальная угроза с Ираном, я думаю, что даже либеральное правительство все-таки примет какие-то меры, и я думаю, что в арсенале и израильской армии, и израильской разведки есть достаточно много всяких возможных операций, которые могут привести к этому. В отношении Пакистана я могу сказать, что, во-первых, никто не молчит. И, кстати говоря, даже в последнем номере континента была опубликована довольно большая статья по этому поводу. Я вам советую с ней ознакомиться. И, в общем-то, в данной ситуации все теперь будет зависеть от нынешней администрации в Америке, как они себя поведут по отношению к Пакистану. И должен вам признаться, что у меня не очень оптимистические взгляды на этот счет. Ну, это, во-первых, не надо забывать, что Пакистан еще очень близок к Китаю, и там вот этот альянс, он, в общем-то, довольно опасен, взрывоопасен, но, тем не менее. Хорошо. У нас есть звонки, Сереж? Да, добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот недавно в Бразилии поехал один богатый человек, который спонсировал Пакистанскую партию, на компанию Трампа, и он участвовал там в конференции, консервативной конференции. Его встретил Бальсонаро, президент Бразилии, конгрессмены, там местные и так далее, но затем его прямо в аэропорту арестовали. Как сложилось его с в курсе? Спасибо. Игорь, ты знаешь об этой истории? Нет, я... Извините, я тоже ничего не слышал об этом. И кто, как его фамилия, вот же вопрос, о ком идет речь. Окей, хорошо. Есть у нас еще звонки? Пока нет. Пока нет. Хорошо. Тогда, Игорь, пожалуйста, дальше. Пакистан, мы уже вроде бы, да, понятно, я тоже советую почитать ту статью в континенте, у нас опубликованную, там как раз идет разговор о том, что несправедливо он был забыт в то время, когда рассчитывались с Афганистаном, да, за события. Да, и в этой ситуации, тем более, что как бы достаточно ясно, что именно военная помощь, которую получили талибы, была, в общем-то, оказана именно пакистанская армия. В свое время заявил президент Байден перед тем, как началась эвакуация, что в Афганистане существует трехсоттысячная прекрасно обученная армия, оснащенная американским оружием. Ну, вот теперь где-то трехсоттысячная прекрасно обученная армия, а это вопрос, кстати, довольно существенный, но вот где американское оружие, это мы знаем уже. Да, уже, уже таки, да. оно будет гулять, попадет в нужные руки, за него еще деньги получат неплохие, естественно. Да, и себя немножко оставят. Добавок к 64 миллионам, которые американская администрация выделит. Да, да, и которые покажутся действительно мелочью по сравнению с этим. Ну, вот, в любом случае, да, еще мы, так ты и не рассказал, я тебя попросил Трамп 11 сентября. Да, Трамп 11 сентября, вот, я уже говорил, что я считаю, что это позор, не приглашать президента на подобные мероприятия. Я даже не понимаю, как это можно объяснить, но он был официальным президентом. Хорошо. Президентом в Соединенных Штатах. Как можно? А я чего-то не видел рядом с ними Руди Джулиани, вот, Блумберга почему-то я видел там, рядом стоящего, а Джулиани нет. Ну, Джулиани тоже, Джулиани тоже, как бы, понимаешь, тоже, кстати говоря, ведь он же был мэром Нью-Йорка. Вот, кстати говоря. говоря, и руководил многими спасательными работами, и посылал туда, и, кроме всего прочего, организовал фонды и создал много вещей, которые действительно помогли людям. А это тоже, конечно, позор, но все-таки он не был президентом, а если говорить о президентах, то, вне всякого сомнения, Трамп... Извини меня, Блумберг тоже не был президентом? Блумберг не был президентом, но он был мэром Нью-Йорка после Джулиани. И? Кстати говоря, от республиканской партии, так же, как обещание. И что? Ну, а потом, а пригласили... Но пригласили его вовсе не из-за этого. Как в этом анекдоте. Но любим мы его вовсе не из-за этого. Да, а за то, что он потом переметнулся в демократическую партию и даже... И дал много денег. ...президент баллотировался, да, и пожертвовал достаточно большую сумму денег на Флориду для того, чтобы люди голосовали за Байдена. Но вот Флорида не удалась. Но поэтому, собственно говоря, видимо, и пришлось фальсифицировать выборы. То есть, Блюнберг хотел, как говорил Черномырдин, хотел сделать лучше, а получилось, как всегда. То есть, он хотел путем подкупа избежать фальсификации на выборах, фальсификации на выборах. Но не получилось. рост ему вполне хватит. Но... ...пыл он ниже Блюнберга. Хотя у него не было агентства, но зато у него был французский престол. И, да, но вернемся к Трампу, что он делал 11 сентября. Трамп все-таки проявил инициативу и в отличие от, так сказать, отсутствия на мемориальных митингах официальных, он, тем не менее, посетил тех людей, которые были действительно среди первых спасателей. Это пожарную охрану Нью-Йорка и нью-йоркскую полицию, где, в общем-то, его приняли с большим энтузиазмом. Что, в общем-то, на самом деле тоже достаточно показательно на фоне того, что мы слышим в отношении этих последних лозунгов о разоружении полиции, о сокращении фондов полиции и, самое главное, о заявлении мэра Нью-Йорка Деблазио о том, что он собирается баллотироваться в губержанрах и штатах. И оно с полицией и с армией действительно беда в том, что высший эшелон почистили уже основательные, мы прекрасно понимаем, что там идеологически вредных людей нет, то есть те, которые верят в белые привилегии и так далее. А вот что касается среднего звена и нижнего, там вот с этими сложнее, потому что если их всех массово уволить, то, скорее всего, трудно набрать в эту полицию участников из БЛМ, Антифы, они не любят полицию и вряд ли туда служить пойдут. И что же теперь делать? Они на самом деле, как же они могут туда пойти служить, если их главная задача заключается в совсем другом. И главная задача заключается в том, чтобы они в конечном итоге заметили полицию. Народные дружины, да, такие? Вот это где-то было, знаешь, народные дружины, напомни, где-то это было, да? Ну, вообще-то все началось не с народных дружин, а все началось с солдатских и рабочих комитетов на 1915 году, а потом уже начались народные дружинники, да. Кто дружинник? Я дружинник. И все. И до свидания, и прощай. Ну, те, кто остался из там, как в таких советских известных фильмах, помнишь, там обязательно какой-нибудь дворянин, который правильно решил пойти работать и дружить с пролетарской властью, то есть, который там им помогает. Которого не успели расстрелять. Которого не успели расстрелять в 20-х, но потом сделали это в 30-х, но он все-таки им помогал с преступностью бороться и прочими. И прочими элементами, помнишь, как их называли, да, вражескими и так далее. Ну, сначала вражескими, потом их переименовали в стеляк, потом еще было... Ну, это уже далеко зашел. Стеляк, это еще не... Это уже не такое мрачное время, это хотя бы там, как говорится, пачками не расстреливали, хотя Никита Сергеевич тоже отличился в нескольких эпизодах, мы тоже помним, знаем. Да, Новочеркасске и так далее. Хотя, окей, ладно, значит, так или иначе, мы входим, в общем-то, уже началась осень, да, практически, и мы все ближе, ближе, ближе к тому, чтобы услышать, наконец, про вот Аризону, меня так и подмывает, спросите, а что же, что же, когда же? Ну, на самом деле, осень еще не началась в Америке, я знаю, начинается 21 сентября, что тоже не за горами, и делька, ну да, 8 дней, но в этой ситуации, почему только Аризона, не только Аризона, еще и Пенсильвания, еще и... Ты знаешь, мне бы хотя бы для начала Аризону, где уже аудит сделали. Да, аудит сделали, и, ну, как бы он официально еще не закончен, но должны, результаты опубликованы в ближайшем будущем, в самом ближайшем будущем, может быть, еще летом, кстати говоря, будут опубликованы. Да. Но, тем не менее, вот по данным пока, даже таким полуофициальным заявлением, выявлено, по-моему, 145 тысяч, или около 145 тысяч бюллетеней, которые вообще не были подсчитаны. А разница голосов в Аризоне какая? 10 тысяч. 11, около 11. да, 11 еще. Да. Так что, в общем, эти 145 тысяч, не подсчитаны, будем пересчитывать, могут оказать, помимо фальсификации, то есть, это как бы, независимо от того, что там входило во все остальные вещи, и так далее. То есть, ну, а что дальше? А дальше, как говорится? А дальше больше, я понимаю. Будет решать все, Верховный суд, если вообще будет поддан. Если будет, да. Ну, на самом деле, одной Аризоны, конечно, недостаточно. Не важно, нет, важен прецедент, как ты понимаешь. Важен прецедент. Я говорю, для Верховного суда это недостаточно, потому что, если только Аризона, пока, я думаю, что в этой ситуации будут ждать результаты пересчета голосов в Джорджии, в Пенсильвании, в Мичигане, в Мичигане, да, и в Неваде, кстати. И в Неваде, кстати. И вот эти шесть штатов, в принципе, хотя Невада, там, по-моему, есть, не ошибаюсь, три векторальных голоса, но не в этом дело. Дело вообще... Нет, дело не в этом. Просто, когда наберется то количество, которое необходимо для того, чтобы, по крайней мере, чисто теоретически электорат был изменен в пользу президента Трампа, тогда появится прецедент для юридического разбирательства. Понятно, но тут мы понимаем... А с другой стороны, что сейчас делать, если Джулиани лишили адвокатской лицензии, он уже не имеет права представлять интересы. Нет, ни в коем случае. А с Денделой не было ее никогда. Да? Ну, ты понимаешь, даже тут уже не этот аспект важен, на мой взгляд, потому что здесь все равно костьми лягут, но не допустят вот такого развития событий. А вот важно, чтобы хотя бы один штат, вот в данном случае, как наиболее уже подошедший к какому-то финишу, заявил, что вот да, что официально заявил, что было не просто нарушение, а что именно Трамп набрал больше голосов, и по-хорошему голоса выборщиков вот этого штата должны были уйти ему. Ты понимаешь, при этом вот все построение вот это глобальное лжи, которое вот идет с момента выборов, оно бы тут же рассыпалось, потому что вот, появилась бы какая-то официальная луна. И все. И вот тут это важнее, потому что до сих пор же ну, всех называют внутренними террористами, и более того, отвергают любое. Сомнение не то, что в результатах выбора, а что вы все врете, ничего не было, и все ничего не доказывали. А еще официально называют это бездоказательными заявлениями. Да. То есть безосновательными и бездоказательными заявлениями о том, что были какие-то фальсификации на выборах. Естественно. Поэтому если где-то хотя бы в одном конкретно взятом штате будет доказано, показано и утверждено, то понимаешь, это же вот тогда они не... Ну, я даже не знаю, что они тогда будут говорить. У них найдется, что сказать. Я не сомневаюсь. Но все равно это будет выглядеть уже куром на смех. И более того, это еще даже если брать сторону внешнюю, как это будут... Как это на это будут смотреть все те, кто, кстати, находятся вне Америки, им наши какие-то хитросплетения меньше понятны, известны, и они говорят, ну да, наверное, это все вот эти конспирологи там хотят, им Трамп нравится, поэтому они все это говорят. Ну, послушай, всегда найдутся какие-то заявления, всегда найдутся какие-то объяснения. Блажен, кто не верует. Хотя, но здесь можно это немножко изменить. Блажен, кто не верует. Ну да, ну хорошо, у нас буквально осталась минутка, если есть напоследок какая-нибудь вишенка, ты можешь ее на торт добавить, что секретарь Блинкен продолжает отвечать на вопросы. Продолжает. Судя по всему, это продлится еще несколько часов, но на самом деле есть несколько показателей, мне кажется, достаточно важных в этой ситуации. Во-первых, столь быстрый созыв слушаний в Конгрессе обычно это занимает гораздо больше времени. С учетом того, что, в общем-то, работа Конгресса началась не так давно после веки сессии. И второе, что президент обычно после слушаний в Конгрессе, когда вызывают конкретного человека для дачи показаний, это заканчивается не всегда лучшим образом для него. Да, но у нас все остальные резоны ты приведешь в другой раз, потому что мы выходим аккуратно из эфира. Всем спасибо большое. Я не удивлюсь, что до нашей следующей встречи секретарь Блинкин может быть уволен или наручно подаст в отставку. Хорошо, проверим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok